Теледебаты между кандидатами от партии власти с Ромбаем Джейнбековым и кыргызским олигархом Умирбеком Бабановым ждали все. И хотя вместе с ними эфирное время должны были разделить двое других претендентов, единственная женщина Токтейм Умиталеева и эпатажный Арстан Абдулдаев никто не скрывал. Основное внимание приковано к баталии между Бабановым и Джейнбековым. В соцсетях на предложение устроить совместный просмотр откликнулись на удивление многие. Я предложила разным сторонам встретиться в одном зале и посмотреть вместе дебаты и провести дебаты о дебатах. Или такой, скажем, политический футбол. То есть люди собираются, смотрят футбол и обсуждают, а мы собираемся, смотрим дебаты и тоже обсуждаем. Таким образом хотим ввести новую политическую культуру, привить людям традицию, не ругаться, сидя за компьютерами, не быть такими диванными войсками, а встречаться и обсуждать. Все, что происходит, обсуждать плюсы и минусы разных кандидатов. Небольшой зал собрал сторонников как Бабанова, так и Джейнбекова. Посмотреть и обсудить политический футбол в неформальной обстановке пришли гражданские активисты, известные журналисты и студенты. Так за дебатами в Кыргызстане еще никогда не следили. Кто-то потягивал холодное пиво, кто-то ограничился горячим чаем. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы начинаем в прямом эфире общественного первого канала, телеканала ЛАТО 24 и Кыргыз Радио СУ. Второй день тире дебатов кандидатов в президенты в Кыргызской республике. В том, что Бабанов уверенно победит своего более застенчивого и по привычке немногословного визави Джейнбекова, не сомневался никто. Но первым счет открыл именно Джейнбеков. Кандидат от партии власти выбрал тактику агрессии, давления, где-то применяя запрещенные приемы и нередко переходя на личности. Я не говорю, что вы коррупционер. Я скажу про вашу работу. Вы говорите, что когда вы были премьером, вы подняли страну. Но это ваша подпись стоит на договоре с чешской компанией Леглас. Амурбек, братишка, с коррупцией я смогу бороться. Я чист, а ты не сможешь. Если я стану президентом, я с тебя начну. Такого от него не ожидали, но это сработало. Я ожидал, что Бабанов будет более уверенный, но сейчас, то что смотрим, Джейнбеков уверенно ведет. Он общими словами на те обвинения Бабанова, он общими словами ложь, неправда, общими словами. Такими словами он все отрицает. И в принципе у него эта убедительность получается. Он подключает эмоции, он подключает свою энергетику. Бабанов почему-то уходит в детали. Я пришел как бы как независимый наблюдатель, да, но после первого раунда Джейнбеков стал, ну, он произнес хорошую речь и как бы завоевал такое хорошее доверие у людей своим напором, своей активностью. Ну, люди любят такое. На яркие выпады словесных дуэлянтов зрители в зале реагировали по-разному и сразу обсуждали увиденные с соседом по столику. Правда, пренебрежительный тон кандидатов кому-то совсем не понравился. А самодостаточный человек никогда не перейдет на личность. Самодостаточный человек всегда будет говорить профессиональные вещи, потому что мы выбираем человека, который будет управлять государством. Поэтому, вот, конечно, интересно слушать кандидатов, но вот мне не хватает профессионализма, да, мне не хватает лидерства, а лидерство, оно не заключается в ковыряне в чужом белье. Просмотр дебата в таком формате занятия интересные и даже полезные, считают собравшиеся. Возможно, это зарождение нового тренда в стране. То, что мы здесь обсуждаем, мы вводим уроки из этих дебатов. Это дает возможность будущим политикам и будущим политикологам вывести некие как-то уроки, и в будущем мы что-то применили, чтобы не допускать тех ошибок, которые сегодня допускает Бабанов. Тут, получается, вот представители разных профессий, разных кругов, эксперты есть, которые, ну, в том числе журналисты, здесь можно получить такой срез, по крайней мере, городской, срез настроения избирателей, когда ты видишь, как обсуждаются, как выступают кандидаты, какие обсуждения идут, и заодно видишь реакцию примерную избирателей. Уровень проведения дебатов в Кыргызстане еще совсем невысокий, а победа на них вовсе не гарантирует победу на выборах, как это бывает, например, в США. Но одно известно точно – никто не знает, кто станет новым президентом. Поэтому ажиотаж вокруг этих дебатов был огромный. Шавкат Тургаев, Самат Алжбаев, Азат Индемаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан.